И снова здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Посылки, нож для того, чтобы их открыть. Ну и, собственно говоря, ведется видео. Это означает, что мы будем посылки открывать. Так, с чего мы начнем? Начнем мы вот с этого пакета. Все, у меня никак руки не дойдут до того, чтобы заточить нож. А заказал первый раз, потерялась где-то. Да, посылка шла безтрековая, заказал второй раз. Вот не знаю, какая пришла. То ли это первая, то ли вторая, пока не проверял. А давайте понюхаем. Ну, запаха никакого нету. Криминального со стороны кажется очень странный мешочек. На самом деле, это мешок для запекания картофеля. Очень долго я сейчас про него, наверное, говорить не буду. Ну, хотя давайте расскажу. Для запекания картофеля в микроволновой печи. То есть, мы убираем сюда картошку, кладем в микроволновку, включаем. Она запекается. Получается, как крошка картошка. Уходит этот мешок в раздел кухонной приблуды. Но уйдет он не просто вот так. А я подозреваю, на него сниму отдельное видео. Посмотрим, как картошку надо делать. То есть, я возьму, попробуем разной мощности, микроволновые печи и так далее и тому подобное. Пока не поймем, насколько это хорошо, удобно или нет. Едем дальше. Бумажечка, бла-бла, поставь 5 звезд. И, собственно говоря, зарядка. Зарядка роковская с функцией быстрой зарядки. 2.0 МТК. Я обзор доделал. В правом верхнем углу есть ссылка на видео, где я тестирую зарядки. Вы можете зайти и посмотреть, что из себя представляет данная зарядка. Поэтому распаковывать ее даже не буду. Заходите, смотрите. Едем дальше. Непонятная посылка. Она пришла не туда, куда было надо. Потом, наконец, оно дошло до меня. Если честно, я не знаю, что внутри. Потому что я посмотрел трек. Неизвестный. Даже так. Ребят. Учитывая то, что она еще какое-то время ко мне бегала, очень быстро пришедшая посылка. Я подозреваю, что эта скорость связана с тем, что отправлялась она из России. Ну, защитные наклеечки у нас здесь какие-то. Думаю, не обидится человек, который это попросил заказать. Потому что я эту защитную наклеечку сниму. Очень интересная вещь. Значит, смысл заключается в чем? Надевается она на ручку ближе к подмышке. На детскую ручку. Это детский термометр. Надо понимать, что в первую очередь. Видите, вот здесь показано низко. Слишком нельзя. Максимально к подмышке мы должны его переслонить. Основной его плюс. Ну, вот русского языка здесь нет. В принципе, есть английский. Я подозреваю, можно посмотреть в интернете какое-нибудь видео, как этим пользоваться. Видите, здесь шарик находится. Судя по всему, этот шарик температуру у нас и замеряет. А фишка этих часов... Батарейка у нее севшая, судя по всему. Видите, пишет low. Так, давайте, наверное, поступим следующим образом. Не буду я их долго мучить. Скажу то, что вот читая про них, достаточно интересная вещь. Интересно она чем? То, что вы эти часы можете соединить по блютусу. Ну, желательно, чтобы блютус... Был у вас телефон с мощным блютусом, чтобы далеко доставал. Надеть этот термометр на ручку ребенка, да, во время его болезни. И в этом случае вы сможете, находясь от ребенка на расстоянии, по блютусу, видеть его температуру. Ну, то есть, если она там поднялась выше положенного, на температуре ребенок поднялась температура. Надо давать что-нибудь там жаропонижающее. Держится пониже. Ну, продолжаем контролировать. То есть, по идее, здесь на определенной шкале вам какое-то сообщение должно приходить. Вот, собственно говоря, QR-код для iOS и для Google Play, да, для устройств на Android, чтобы скачать эту программу. Если у вас Windows Phone, ну, не знаю, наверное, не получится у вас ее пользоваться. Вот, вообще вещь очень интересная. Насколько она хороша, я не смогу ответить. Ее надо попробовать, потестить. Потестить, закажу себе такую или нет, не знаю. Поэтому заходите в группу ВКонтакте. А, значит, после того, ну, да, я ее заказывал по услуге бесплатный посредник. Я ее сейчас передам человеку, который ее заказывал. Он, да, воспользуется этим термометром. Посмотрит, насколько он хорош. Оставит отзыв, и вы сможете его прочитать вместе с фотографиями. Вот такая примерно картина. Давайте дальше. Не первый раз приходят у меня такие часы. Но, к сожалению, это опять не ко мне. Это опять по услуге бесплатный посредник. Я заказал. У меня они должны прийти. Что я с ними буду делать? Помимо услуги бесплатный посредник, у меня есть услуга товара в наличии. Ну, в основном, это актуально на данный момент для телефонов. То есть, если вы не хотите долго, нудно ждать с Китая посылку, они, бывает, теряются. А, бывает, идут по месяцу. Бывает, даже дольше. Да, вы можете сделать что? Написать мне, да, спросить Миша. Ну, например, есть у тебя там телефон какой-то модели, такого-то цвета. Ну, из тех, которые участвуют в моем обзоре. А если он у меня есть, то произойдет следующее. Да, вы можете его купить, оплатив стоимость, как у продавца, на день покупки. Плюс пересыл. Очень, кстати, актуально для граждан Беларуси. Потому что сладца это будет с Россией. И, соответственно, у вас не будет вот этого ограничения в 22 евро. Ну, подробнее не буду сейчас тогда про часы ничего говорить. Есть две модели. Q50 и Q90. Ну, судя по всему, обе модели у меня будут. Но надо мне дождаться свою. Да, сделать на нее подробный обзор и предоставить вам. Часы, я заметил, людей многих интересуют. Смысл в чем? Ребенок может вам звонить. Вы можете смотреть его местонахождение. И, помимо прочего, вы можете поставить какие-то рамки, географические, выходя за которые. Ну, там далеко от дома отошел, например. Вам приходит сообщение. Ребенок далеко ушел. Вещь полезная, вещь удобная. Так. Криминального запаха нет. Маленькая шлейка для собаки. При этом, судя по всему, вот этот логотип и вот эти полоски, они световозвращающие. То есть, если будет машина, ну, вот это на груди, судя по всему, да, машина будет ехать. Ну, собачка будет позаметнее. Качество, по-моему, вполне. Цена там что-то прям, ну, совсем невысокая. Опять же, относительно отзыва, да, это товар по услуге бесплатный посредник. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Ну, думаю, скоро отзыв от того, кому я ее заказывал, там будет. Так, давайте дальше. Ух, 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 что мы там дальше-то откроем? Ау, да, вот. Сейчас, конечно, зима. Это не столь актуально. Итак, сейчас зима, это не столь сильно актуально, но, с другой стороны, есть, как это использовать. Давайте посмотрим, что это из себя представляет. Это, как правильно, яйца по-наручному. Кутикула нет. Значит, вешаются они сзади под сидение велосипеда, да, и включаются вот так вот, они светят, как фонарик. А, собственно говоря, можно сделать вот так, нажать еще раз, и вы станете, ну, достаточно заметно для водителя автомобиля. И так даже на сердечко похоже. Оп, оп. Давайте будем считать, что это сердечко. И выключилось, да, то есть три режима. Горит постоянно, моргает быстро, моргает медленно. Можно повесить на елку, да, то есть, посмотрите, у вас вот такая вот елка с такой игрушкой, которая моргает. Ну, если получится повесить так, будет сердечко. Ну, вы знаете, какой-то... Да нет, в принципе, можно сказать, запаха нет. Вот эта часть, судя по всему, вынуть можно батарейку поменять, можно. Заявлено, вроде как, влагонепроницаемо. Ну, можно использовать как недорогой батарейк. Своим любимым сказать, дорогая или там, дорогой, я дарю тебе сердечко. Ой. Давайте дальше. Поймите правильно, да, вот эти вот пупырки, хорошие пупырки, я специально стараюсь не повреждать, потому что я в них потом и, когда заказывают, начинаю посылать уже почтой России. Смотрите, продавец исправился, не знаю, может быть, он наконец услышал меня, да, он стал класть нормальные адаптеры. Не адаптеры, а переходники для адаптеров. А при всем при этом, если вы зайдете в раздел про эти телефоны, вы увидите то, что родной адаптер, который находится здесь, здесь он немножко, да не немножко, он существенно меньше засовывает в аккумулятор, а есть раздел Lenovo Vibe P1. Там вы сможете посмотреть какие-то тесты про телефон, там что-то еще. В правом верхнем углу, скорее всего, значок информации, там ссылка. А видите, отличаются упаковки. Отличаются они почему? Потому что здесь находится у нас версия P1-C58, а здесь находится версия P1-C72. Не обращайте внимания на надпись 4G. 4G находится, ну не находится, а работает и на этом, и на этом аппарате. Ихнее отличие заключается в том, что здесь отсутствует NFC, здесь он есть. И второе отличие, здесь 2 гига оперативки, здесь 3 гига оперативки. При этом, ребят, вот золотой 72-й версии, ну стоит каких-то еще там худо-бедно понятных денег. Если его взять серебряной версии, ну он что-то какой-то, по-моему, дороговатый становится. Ну не знаю, есть смысл вообще его брать или нет. В принципе, вот сзади вот тут тоже написано, да, P1-C58, а здесь написано 70-е. При этом программно, да, NFC здесь вроде как присутствует, но реально его нет. То есть он в оболочке есть, написано включить-выключить, реально он отсутствует. Вроде как можно взять крышку, в этой крышке будет NFC, может быть начнет работать, может нет. Ну даже не стал я это уточнять. По внешнему виду. А справа, в моей правой руке серый телефон, в левой золотой. То есть мы видим здесь черные, здесь золотые. Сбоку мы видим здесь серые, здесь золотые. И сзади мы видим серые. Ну это серебром называется, сильвер. И видим золотые. Телефон очень интересный. Интересный он чем, да? 4G работает на всех операторах в Москве. Мощный, шустрый. Батарейка 5000 мА. Сканер отпечатка пальца. Рожа кожи. Шик с надрывом. Берите, ну аппарат на самом деле хороший. А значит, вот этот серый улетает тут же. Ну я его хорошо хоть распаковать успел. До этого там телефона даже не успевал распаковывать. Летит он, не помню сейчас куда. Когда видео выйдет, может быть он даже туда уже доставлен. Золотой. 72 версия. Пока на него брони не было. Не знаю, может быть как раз жене отдам. Эта модель, стараюсь держать ее в наличии. То есть вы в любой момент можете мне написать. Если она в наличии есть, вы оплачиваете по цене продавца. И если вы находитесь в России, да, пересыл стоит 300 рублей. То есть 300 рублей сверху. И я вам его отправляю, как правило, в течение 24 часов. Видите, еще отличие у 58 версии есть наклеечку. 72 сбоку наклейки нет. Ну визуально пока вот все отличия. Давайте дальше. Что это такое? Да, вот Lenovo Vibe P1 хочет наносим. Да, вполне возможно у вас, ну вы прекратите пользоваться этим телефоном. Либо по какой-то причине надо будет симку переставить. А другой телефон будет хотеть не надо. А там стандартную, микро там. Какие там еще есть? Есть Nano, Micro и стандартная сим-карта. С помощью вот этих вот переходников вы сможете вставить его в любой телефон. Дополнительно есть ключик для открытия. То есть Nano мы вставляем сюда, получаем там Micro. И если вам нужна большая, вы либо Nano вставляете сразу в нее, либо сначала в Micro, потом сюда, либо Micro. Если у вас Micro надо превратить в простую, вставляете сюда. Уменьшать они не могут, увеличивать могут. А цена, насколько помню, в районе 15 рублей. То есть, ну вообще не цена, вещь полезная. Заказывайте, пускай лежит на всякий случай, может пригодиться. Что это такое? Это переходник с Micro USB на Type-C. А для чего он нужен? Ну вот, пользовались вы стандартно там устройствами, которые имеют вход для зарядки Micro USB. Тут вы перешли на устройство, которое имеет Type-C. Ну, проводов-то у вас нету. Провода для зарядки вам нужны. Вот. И зачастую там у друзей там их нету. Да? Ну и так далее и тому подобное. Вы берете абсолютно копеечные переходники. Покупаете. И можете использовать там для зарядки Micro USB, либо Type-C. Достаточно удобно, стоит недорого. Бесположение выйти позволяет. Да? Едите вы в гости там или да там. На вписку какую-нибудь, да там. А телефон у вас не 5000 мА, как вот у меня. Да? Там 1440, как у айфона. Ну вот, что делать? Да, там у всех айфоны. Все такие. Вау, у меня айфон 7. Все, Type-C у меня нету. Я не знаю, чем тебя заряжать. Может он Type-C заряжается? Не знаю. Да? Взяли переходник. Ну, всегда вы найдете Micro USB, сможете зарядить. Берите, может пригодиться. Так. Интересным путем пошел продавец. Вот, говорит, вам коробочка. Вы эту коробочку можете вот так вот взять. Собрать. Она без повреждений, не помята, все хорошо. И взять, вставить в нее наушники. Наушники плюс силиконовые вкладыши. Заявляются как Xiaomi. Ну, судя по всему, Xiaomi они не являются. Почему я так считаю? Потому что, несмотря на то, что они достаточно неплохо сделаны. Хотя, вы знаете. По-моему, как-то вот. Видно? Нет? Тут здесь немножко слабовато. При всем при том, что они там неплохо сделаны, они стоят каких-то там абсолютных копеек. Что-то там, блин, там, рублей по стулу. Может быть, я их брал. Даже не вспомню сейчас точнее. Цвет черный, цвет белый. Ссылка есть. Зайдите, посмотрите, если они вам там нужны. Бюджетные наушники. Вот, есть у меня какая-то привычка. Я постоянно зачем-то пытаюсь все это дело убрать. Когда могу сторону откинуть, забыть. И потом убрать. Не знаю почему, но вот она есть. И черная. Надеюсь, они работают. Алекс Хьянг. Это продавец. Если хотите, вы можете написать ему в WhatsApp, написать на email. Зачем? Только не знаю. И говорит, поставь мне пять звезд. Наушники надо будет попробовать, потестить. Может быть, кому-нибудь в подарок положу при заказе. Может быть, разыграю. Кстати, да. Относительно розыгрыша, ребят. Ну, подскажите мне, что вы хотите на розыгрышах видеть. Да, то есть, подарок за репост. За обзор подарок. Я слушаю ваши предложения. Вы можете их высказать либо под видео, либо в группе ВКонтакте. Обязательно подпишитесь. Там много чего интересного. Мои зрители, да. Там подписчики, регулярные зрители вспомнят, наверное, вот эту наклейку. И скажут, блин, где-то я это уже видел. Да, вы это видели. Не так давно была распаковка, где все это дело было в хлам. Здесь что-то находится хрупкое. Видите, он аж целую наклеечку наклеил. Осторожно. Четко кто-то явно ее осторожничал. Шансы на спасение у этого стеклышка есть. Они нулевые. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин. Вот, значит, ну я, помните, тогда смеялся. Я не расстроился. Не расстроился. Почему? Стекло у меня было не к спеху. А здесь находится стекло. И абсолютно без проблем я уверен в защите Алиэкспресс. Да, то есть я снимаю распаковку на видео. То есть у меня доказательная база великолепная. Я думал вернуть деньги. Продавец написал. Мне как бы это стекло не сильно нужно. А продавец написал. Говорит, давай, друган, я тебе вышлю новое. Не вопрос. Давай. Он продлил мне срок защиты. Я отменил спор. Он выслал новое. Вот оно ко мне пришло. Так. И чтобы, 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 чтобы его сразу примерить, давайте откроем вот эту упаковку. Стандартная пленка, бампер. И, собственно говоря, свеженький от 8 месяца 2016 года. Телефон с версией 32 гигабайта встроенной памяти. Смотрите, да. Продавец уже и сюда стал класть. Хороший адаптер. Продавец справился. Продавец молодец. Кстати, обратите внимание, в комплекте нет наушников. Да, это абсолютно нормально, поэтому вы можете либо вот эти вот дешевенькие страшненькие купить, либо купить оригинальные наушники Asus. Телефон, ну, не вижу смысла никакого открывать. Основные вопросы. Да, батарейка 5000 мА держит очень долго. Безумно долго держит. Телефон достаточно хороший. Все тянет, все хорошо. И, ну, если интересно про него побольше, либо узнать про его аксессуары, да, у меня есть специальный раздел канала Asus Zenfone Max. Эти телефоны у меня как белые, так и черные есть в наличии. Вы всегда можете их купить по цене продавца. Вот, что-то мне не понравилось. Видите, кусочек упаковки посылочной пришлось оторвать. Значит, внутри у нас присутствует премиум закаленное стекло, салфеточка для очистки, dust abediment, это наклейки от пыли, по идее, wet wipes, одна штучка, это влажная салфетка и английская инструкция. Значит, выглядит, выглядит это следующим образом. Такая вот тоненькая, симпатичная, красивая, мокала, все дела. Вот наклеечки, да, по идее, которые от пыли, на них, смотрите, тоже написано мокала. Подразумевается, что это прям марка и все такое. Давайте посмотрим, насколько она хорошо садится у нас на телефон. Надевать нужно вот таким образом, потому что слева датчик, датчик, по идее, должен быть свободен, а камеру и через стекло может снимать. Хотя, в принципе, я немножко с этим не согласен. Ну, смотрите, по размерам все хорошо. Стеклышко прозрачное, симпатичное, хорошее. И давайте посмотрим, что у нас еще в комплектации есть к этому стеклышкам. Вообще, если честно, вот эта вот упаковка, она, по-моему, клепается где-то. Ну, здесь, видите, вырезано все это дело. Вырезано вроде как чем-то серьезным на заводе, но тоже большой вопрос. Да, здесь у нас салфеточка влажная, сухая и такая пластиковая карточка для того, чтобы пузырики выгонять. Комплектация интересная, хорошая, все красиво, все серьезно. Продавец молодец, разбитое стекло компенсировал. Я доволен. Могу смело его рекомендовать. Так, давайте дальше. Руки-крюки. Помните фильм Эдвард Руки-ножницы? Я что-то в последнее время напоминаю сам себе его. Его себе сам, напоминаю себе сам его. Так, надо будет посмотреть номер. Почему надо будет посмотреть номер? Потому что у меня одна посылка потерялась, я по ней вернул деньги. Надо понять, не она ли это. Да, значит, в подарок он у нас кладет вот такую липучку. Она нужна для проводов. Если у вас там где-то есть какой-то пучок проводов, вы можете ее слепить, чтобы он не болтался. Пишет большую бумажку о том, что, друг, заходи, получи купон, сохрани больше денег, поставь мне, пожалуйста, пять звезд, бла-бла, блу-блу. Вот такая вот розничная упаковка. Хорошо-плохо, ну, знаете, здесь вот, да, здесь есть QR-код, надпись, там, ну, то есть это говорит о том, что это заводской, хороший Китай, это марка, это хорошо. Что это? Это ОТГ, не переходник, а ОТГ-кабель. Кабель плоский, гнется, проблем никаких. По качеству достаточно все симпатично, все хорошо. Грин написано. Стоит недорого. При этом, ну, на самом деле, приятно держать в руках. Для чего он нужен? С помощью него вы сможете совмещать устройство. А что совмещать устройство? Вот, например, Asus Zenfone Max имеет функцию, не функцию, а он может заряжать другие телефоны. Вот с помощью этого кабеля вы это сможете делать. Ну, либо там что-нибудь другое соединить с телефоном. Так, ну и давайте, в завершение. Те, кто регулярно смотрит, им это уже, наверное, неинтересно. Ну, мне распаковать это надо. Распаковать на видео. Вдруг я выну, а здесь кирпич. Значит, Blackview A8 цвет белый. Вы знаете, очень симпатично, хорошо белый цвет выглядит. Очень симпатично, хорошо белый цвет выглядит. Почему бы и нет. Давайте посмотрим, какой у нас там еще. На момент, когда я делаю видео, цена этим телефоном, насколько помню, в районе 3700. Да, мои зрители их могут купить из тех, что есть наличие. Это у нас цвет серый. Да, это у нас цвет серый. Телефон выглядит добротно. Очень прям симпатичненько он смотрится. Характеристики достаточно простые, но при всем при этом, ребят, да, там цена 3700. То, что у нас за эти деньги продается в салонах связи, ну, это вообще ужас. Телефон сделан для нашего рынка, соответственно, да, прошивка все хорошо. Адаптер сразу идет европейский. В комплекте идут наушники. Фотографирует, ну, 8 мегапикселей камера, да, но при всем при этом неплохо получаются фото. Есть белый, золотой, серый. Надо, пишите в наличии. Есть, как правило, всегда. А, значит, ребят, да, конкурсы, да, какого плана хотите конкурсы, что хотите в этих конкурсах, чтобы разыгрывалось. Опять же, напишите. А есть у вас какой-то отзыв, что-то вы купили, вам понравилось, в группе ВКонтакте разместите свой отзыв, напишите там, насколько это хорошо, дайте ссылку и добавьте фото. Для тех, кто пытается спамить, у меня здесь, да, на канале и кладут ссылки на кэшбэки, которыми, да, я рекомендую пользоваться. То есть, вот я пользуюсь кэшбэком EPN, сейчас есть фишка, как получать с покупки двойной кэшбэк, да, то есть, если вам интересно, ну, напишите мне в личку, я подробно объясню. То есть, вкратце это выглядит как. Вы берете с кэшбэком, покупаете купоны, вам кэшбэк сразу засчитывается. Далее вы что-то покупаете, используете купоны и кэшбэк, он вам повторно засчитывается при получении товара. То есть, если вот у меня кэшбэк 8,5%, да, то в итоге я получаю 17% кэшбэк. Это очень удобно, это очень хорошо, вам тоже рекомендую. Ну, а если вы решили поспамить у меня здесь, я сделаю скрин вашего спама, напишу в кэшбэк сервис, скажу, да, ваш реферал, да, спамят мне в личку, будьте любезны, примите к нему действия. Вас, возможно, заблокируют, либо, ну, как-нибудь еще накажут. Поэтому, ребят, ну, не надо мне, пожалуйста, спамить. Ну, это дальше папке спам не уйдет, плюс я отправлю о вас то, что вы нехороший человек. Всем всего, жду комментарии, пожелания, что вы хотите видеть на обзоре, как вы хотите видеть тесты. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok